Пребывайте Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я Есмь Мать Мария, пришедшая к вам. Продолжение следует... Многие из вас обращаются ко мне за помощью. Многим из вас я могу оказать помощь. Продолжение следует... Продолжение следует... Я и мои ангелы постоянно находимся в состоянии служения и повышенного внимания к вашим просьбам и мольбам. Я должна вам сказать, что даже в том случае, когда помощь не может быть оказана во всей полноте, мы делаем все возможное, чтобы облегчить ваши страдания. Слезы раскаяния, которые я часто вижу на ваших глазах во время нашего общения, говорят мне о вас гораздо больше, чем ваши слова и даже молитвы. Вы не можете себе представить, какую работу приходится совершать вознесенным сонмам, чтобы ваши души осознали многие свои грехи и покаялись в них. Тогда, когда раскаяние входит в ваше сердце, ваше кармическое бремя облегчается наполовину, и оставшуюся половину вы можете растворить вашими каждодневными молитвами и усилиями, направленными на облегчение участи других страдающих душ. Поверьте мне, ваша помощь страдающим душам неоценима в ваше время. Очень многие люди даже не понимают, что они страдают. Они не могут понять этого, потому что им не с чем сравнить свое состояние. Они так обременены своими проблемами и заботами, что не видят просвета в кромешной тьме окружающей их жизни. Поэтому дайте этим душам луч надежды. Откройте свои сердца любви и пошлите к каждому страдающему в вашем мире сердцу частицу своей любви. Ведь это не составит вам труда. Ведь вам нетрудно будет согреть вашей любовью ожесточенные сердца политиков, экономистов, представителей власти и коммерческих структур. Ведь вы можете преодолеть в себе стереотипы и увидеть в самых, на ваш взгляд, злобных и закостенелых представителях власти и бизнеса сердца людей, которые просто не знают любви. Очень многие люди находятся под чарами иллюзорных сил. Они спят и во сне видят страшные сны и пытаются эти сны проводить в своих жизнях. А все потому, что в сердцах этих людей отсутствует Бог и его проявление – любовь. Именно недостаток Бога заставляет очень многих политиков совершать страшные поступки. И если бы чья-то любовь согрела их сердца хотя бы кратковременным импульсом добра и света, то можно предположить, что многие и многие страшные последствия их действий будут предотвращены. Потому что они изменятся. Импульс божественной энергии способен растворить страх и агрессию в сердцах самых закоренелых преступников и богоненавистников. И бывает так, что человек в один момент как будто пробуждается от сна, и слезы раскаяния сами текут по их щекам. И раскаившийся человек уже не способен нанести вред другим людям, детям и старикам. Поэтому в это темное время не сочтите за труд взрастить в своем сердце любовь и направить эту любовь тем, кто, по вашему мнению, нуждается в этой любви, чтобы сердца этих людей изменились. И в этом случае мы сможем совместными усилиями изменить будущее всей планеты, каким бы печальным и безрадостным оно ни казалось. мы можем нашими совместными усилиями изменить любую ситуацию на планете Земля. И я призываю вас не лениться и работать над собой, над теми своими недостатками, которые порой все еще блокируют проявление божественной любви в ваших сердцах. Подумайте о том, что мешает вашим сердцам проявлять любовь. Подумайте о том, как растворить лед страха, агрессии, неверия, который буквально заковал ваши сердца. Подумайте, что вы можете сделать для других людей. Не только для ваших близких, но и для всех тех людей, от которых зависит общественное мнение. «Иногда один человек, который имеет достаточное влияние в обществе, способен изменить общественное мнение и переломить негативную тенденцию в мире». вам нужно укрепиться в вере. И на вашей вере вы способны будете пропустить так много любви в ваш мир, что сердца очень многих людей изменятся. все возлюбленные можно изменить. С Божьей помощью все возможно. Абсолютно все. Вам нужно лишь сосредоточить все свои усилия на том, чтобы Бог вошел в ваши жизни и руководил всеми вашими делами и поступками. Каждый день и изо дня в день. не думайте о тех, кто забыл о Боге и проявляет не лучшие человеческие качества. Думайте о божественной любви, которая каждый день все растет и растет в вашем сердце. пребывайте постоянно в любви и все вокруг вас начнет изменяться. И если вам недостает веры и преданности, вспомните обо мне. Вспомните о тех тихих минутах, когда вам удавалось поймать мой взгляд на моем образе и получить ответ на свой вопрос. Вспомните те минуты тихой радости нашего непосредственного общения, которые вы испытывали пусть изредка в вашей жизни. возлюбленные, я всегда с вами, мы вместе, и я полностью разделяю все ваши горести и страдания и делаю все возможное, чтобы максимально облегчить их. Пусть мир, покой и благость постоянно пребудут с вами. Я Есим Мать Мария, любящая вас и заботящаяся о вас. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров